В сегодняшнем видео я для вас подготовила лучшее изделие зимнего вязаного трикотажа. Мы с вами будем говорить и о базе, и о трендах. И самое главное, в конце видео я подготовила сравнительный анализ различных пряжей для того, чтобы вы могли выбрать идеальный свитер конкретно под ваш специфический климат и ваши стилистические нужды. Не переключайтесь, дальше будет много интересного. Всем привет, я Елена Галант. Добро пожаловать ко мне в гости на модный канал. Итак, мы с вами начинаем, скажем так, с небольшого списка базовых изделий. Дальше мы переключимся на тренды, но начинаем с простых базовых изделий. И фундамент это водолазки. Вообще, водолазки и высокий ворот это идеальная модель для того, чтобы ее использовать как нижний слой. Потому что именно вот эта высокая горловина создает правильный многоэтажный ландшафт в портретной зоне. Если вы профессиональный дизайнер интерьеров, то вы знаете, когда вы, допустим, оформляете кухню, полку кухни, вы знаете, что должны быть высокие предметы, низкие предметы для того, чтобы создать вот этот красивый ландшафт. В портретной зоне в стилизациях работают те же самые правила дизайна. Итак, что означает, что водолазка идеально нижний слой? Мы ее носим под жакеты, под блейзеры, под кардиганы, под платье. Потому что именно, как я уже сказала, вот эта красивая зона, портретная зона вырисовывается. Итак, что это означает с точки зрения выбрать идеальную водолазку? Это означает, что мы ищем изделие с четырьмя характеристиками. Первая характеристика это должен быть нейтральный базовый цвет. Вообще, я не буду вас вгонять в какие-то рамки, потому что базовый цвет у каждого свой. Это может быть и бордовый, для кого-то это серый. Но обязательно, чтобы это был цвет, который идеально сочетается с большинством изделий в вашем гардеробе. Вторая характеристика одноцветная. Никаких ни принтов, ни узоров, никаких вот сложностей. Третий пункт это относительно прямо или хотя бы узкая посадка. И четвертый пункт это относительно тонкая ткань. Вообще, относительно тонкая я имею ввиду с точки зрения зимнего трикотажа, потому что никто еще не отменял главное правило многослойности. Каждый последующий слой должен быть чуточку тяжелее, чем предыдущий слой. Соответственно, если у нас водолазки это нижний слой, то из всех зимних тканей это должна быть относительно тонкая ткань. И немного еще хочется проговорить по поводу относительно узкой посадки. Опять же, нижний слой, значит, должны помещаться под блейзеры, под платья. Это может быть и больше вот как прям в облипку. Допустим, мои любимые водолазки Кос и Аркет. У H&M, кстати, есть похожие. Это те, которые я всегда рекомендую. Это вот такая вот прям действительно в облипку и очень тонкая ткань. Они идеально соответствуют всем четырем характеристикам, которые я проговорила чуть ранее. Но также это может быть и просто прямая посадка. Вот сейчас я вам показываю изделие. Допустим, это Marks & Spencer. Кстати, у них есть линия, автограф, кажется, называется, где они используют и кашемир, и шерсть мериноса по очень приятным ценам. Как всегда, все ссылки оставлю в инфобоксе. И недавно еще познакомилась с брендом Queens. Тоже о нем будем говорить. Итак, водолазки. Идеальный нижний слой. Это изделие номер один базы. Изделие номер два. Это джемперы или свитер, можно сказать, с круглой горловиной, с круглым вырезом. Вот что-то наподобие того, что я сейчас сижу перед вами. Итак, это изделие может быть чуточку тяжелее, потому что мы уже с вами выбрали один идеальный нижний слой. Это изделие носится или как самодостаточная единица, или чаще всего носится как второй слой. Допустим, очень красиво современное сочетание поверх лонгсливов белых или белой футболки, чтобы немножечко ворот футболки создавал такую легкую освежающую белую линию у лица. Тоже очень хороший трюк и трендовый, и в то же время правильный с точки зрения стилизации. Он добавляет свежести лицу. Ну и, конечно же, можете носить как самодостаточное изделие. Сейчас я вам показываю примерно тот образ, с которым я сейчас сижу перед вами. И, кстати, хочу подчеркнуть, что это джемпер манго, ни много ни мало, всего лишь манго. Это их премиальная коллекция. И да, можно сказать, что он как будто бы чуть-чуть тонковатый, но, как по мне, то это идеальный состав, идеальный вес ткани для того, чтобы его носить как самодостаточное изделие. Но при этом оно совершенно не просвечивает. То есть, как вы видите, на мне нюдовый бюстгальтер, и этого вполне достаточно. Очень советую это изделие. Оно очень правильное, не слишком объемное, не слишком узкое. Вот идеально. Все залинкую в инфобоксе. И второе изделие, которое я бы хотела здесь показать, это Massimo Dutti. Немного необычный цвет. Вообще идея показать была вам, что можно уходить, и желательно, точнее, уходить в простые базовые цвета. Допустим, белый, молочный, серый. Но все-таки я бы рекомендовала немного освежающие оттенки, потому что, если это самодостаточное изделие, у нас нету второго слоя. Соответственно, лучше выбирать какие-то освежающие цвета, чтобы немного освежать портретную зону. Вот. Но можно уходить и в более сложные цвета. Вот этот коричневый, он как будто бы с таким красным подтоном. Очень сложно объяснить этот цвет. Это Massimo Dutti. Он как раз немного поплотнее. Его можно будет носить и как второй слой. И моя идея, посмотрите, как красиво эти джемперы смотрятся в минималистичных монохромных образах, когда идет ставка на какую-то, допустим, текстуру или на аксессуары, которые и создают образ. Так что джемперы с округлым вырезом это лучшие друзья базового гардероба. Лучшие составляющие, наверное, так сказать. Базового гардероба. Залинкуйте изделия, которые я выбрала для себя. Но из того, что я еще не проговорила, у End of the Stories тоже всегда есть неплохие доступные кашемировые изделия. И даже у H&M в их премиальной коллекции можно найти много всего интересного. Помните мой черный свитер, который был в одном из моих самых любимых, очень-очень стареньких видео? Одна вещь, 10 образов. И я там использовала вот этот черный базовый простой кашемировый свитер H&M. Итак, это был пункт номер 2, джемпер с округлым вырезом, а мы идем дальше. Пункт номер 3, это более грубые свитера, то что называется Chunky Sweaters на английском языке. И здесь может быть любая горловина, но я бы рекомендовала выбирать, так как у нас уже есть высокая горловина, у водолазок первый пункт. У нас уже есть второй пункт, округлая горловина. Поэтому, если вы хотите, опять же проговариваю цель, если вы хотите иметь минимальное количество вещей, но чтобы они создавали максимальную вариативность, тогда в этом изделии я бы рекомендовала, допустим, как вариант, выбрать пулловер, то есть глубокий V-образный вырез. Что хорошо в нем, так это то, что он идеально облегчает верхнюю часть туловища. Если у вас большая грудь или вы просто перевенутый, треугольник, глубокий V-образный вырез будет работать на вас. Только не путайте с обычным неглубоким уголочком, потому что вот такие уголочки, хоть и смотрятся стильно, но они не вытягивают силуэт. Мои любимые бренды здесь, это, конечно же, KOS. Еще новый бренд, End Daughter. Я не уверена, конечно, там ценник немножечко кусается, но, в общем, это все на ваше усмотрение. Оставила все ссылки в инфобоксе. Как всегда, я тщательно готовлю свои видео, всегда очень тщательно подбираю инфобокс, всегда просматриваю составы, посадку, чтобы уж точно дать вам список рекомендаций, которые проверены мною. И вот здесь, в этом же пункте, чем мы еще можем внести разнообразие? Именно в свитерах с тяжелой вязкой мы можем уйти в более смелостилистические решения. Что я имею в виду? Этот свитер мы чаще всего носим как самодостаточное изделие, потому что это тяжелая пряжа, его невозможно под низ чего-то надеть, потому что он и так большой, объемный, теплый. Поэтому чаще всего мы их носим, когда у нас есть одна единица сверху, одна единица сверху. То есть там брюки, допустим, да, и свитер. Соответственно, когда у нас всего лишь две единицы, вот здесь мы можем уйти в более смелые стилистические решения. Что я имею в виду? Выбрать какой-то рисунок, какой-то принт. Чаще всего я бы рекомендовала просто выбирать одноцветные изделия, но в более смелых цветах. Допустим, у кос есть очень красивый темно-красный, темно-синий. Я мерила недавно вот этот свитер у кос, очень он мне понравился. Или, допустим, если вы любите плетеные, как они называются, кейбл нитс, да, косички на свитерах тоже. Вот здесь как раз вот можно уходить в какие-то более интересные по фактуре или по цвету, или, возможно, по принту изделия. Или, допустим, как у H&M есть очень интересный с асимметричным подолом. Если вы помните, у меня есть несколько свитеров с асимметричным подолом, конкретно в этой категории, когда изделие более тяжелые, вязкие. Вот тогда оно работает как самодостаточная единица в верхней части, и вот тогда мы ее можем сделать более акцентной. Вот, надеюсь, я вас не запутала, это был пункт номер три. И, кстати, вот здесь вот еще важно, поделюсь с вами одной маленькой подсказкой. Если вы plus size или, допустим, в аппетите все время думаете, вот как бы казаться выше, как бы вот вытянуть свой силуэт, выбирайте следующее изделие. Во-первых, плечевой шов должен быть на месте, то есть это не спущенный рукав, а плечевой шов должен быть на месте. Вторая характеристика идеального свитера для вас, это глубокий V-образный вырез, мы уже с вами говорили, он вытягивает силуэт. И третья характеристика, которая для вас важна, это боковые разрезы. Вот такая маленькая деталь, просто боковые разрезы на свитере. Но с боковой перспективы, скажем так, они невероятно вытягивают длину ног и, соответственно, в целом силуэт. В общем, вот так выглядит идеальный свитер, если вы все время думаете о том, что вы не любите oversize, и вам не нравится, как многие современные объемные свитеры на вас смотрятся. Вот ищите что-то подобное, конкретно этот серый я залинкую. Lulu Studio, это средний, кажется, если я не ошибаюсь, ценник. Ну, в общем, в любом случае, у Marks & Spencer нашла кардиганы с боковыми разрезами, все залинкую в инфобоксе. Это была такая маленькая подсказочка, если вы все время страдали и думали, что вот не можете найти идеальное трикотажное изделие, ищите что-то подобное. Еще одна маленькая заметка на полях, тяжелые свитеры классно сочетаются с летними платьями, потому что у нас получается контраст ткани, легкая летняя ткань, и сверху тяжелая зимняя ткань, пряжа, да. При этом мы с вами расширяем возможности вашего гардероба, то есть вы можете носить ваши летние сарафаны, летние платья чуть ли не практически весь год, если подберете правильно тяжелый свитер. Я вам сейчас показываю леопардовое платье Zara, которое вы видели здесь уже у меня на канале несколько раз. Очень легкое летнее платье, но небольшой такой средней тяжести, скажем так, правильно подобранный свитер. Это COS, кашемировый свитер, тоже его залинкую в инфобоксе, и у нас с вами получается, что платье играет роль юбки. Почему именно вот эта категория? Потому что тяжелый свитер, он хорошо своим весом, скажем так, прибивает летнее платье, если есть какой-то рукав, да, или какой-то воротник, то все это вот как будто бы припосаживается, не знаю, как правильно слово подобрать. И поэтому вот эти тяжелые свитеры, они классно сочетаются с летними платьями. Сразу тоже подумайте, какие летние платья вы можете продолжать носить в холодный сезон, и соответствующие свитеры, которые будут хорошо с ними сочетаться. И четвертый пункт базового списка, это, конечно же, кардиганы. Здесь не важно, вы будете выбирать классический кардиган с V-образным вырезом, или модные современные, которые идут с рядом пуговиц до самого горла, это такие более современные кардиганы, это совершенно не важно. Главное, чтобы они выполняли две функции. Во-первых, чтобы они были чуть-чуть потяжелее, потому что все-таки кардиганы это всегда второй слой, поэтому сразу подумайте о том, на что вы будете надевать эти кардиганы. Если, допустим, просто на майку, на футболку, на лонгслив, тогда это может быть средней тяжести пряжа. Если у вас холодный климат и хотите надевать кардиганы поверх водолазок, тогда, естественно, нужно, чтобы это был потяжелее. Кардиган с точки зрения плотности вязки. Всегда думайте о том, когда вы покупаете вещь, о том, конкретно с чем вы ее будете комбинировать, тогда вы не будете делать ошибок. И здесь я бы тоже рекомендовала все-таки более базовые расцветки выбирать, потому что кардиганы, как я уже сказала, чаще всего это второй слой, то есть что-то там снизу у нас будет проглядывать. Из, кстати, новых брендов, которые я еще не проговорила, это Everlane, тоже очень неплохо. У них есть и синтетические составы, но все же у них есть и много интересных составов. Тот же Кашемир у них можно найти, Маркс и Спенсер я уже говорила. И у H&M есть кардиган с высокой вот этой модной застежкой на пуговицах из шерсти мериноса. Кстати, о шерсти мериноса будем говорить ближе к концу видео. Итак, теперь переходим к трендовой части. Вот эти четыре пункта, которые я сейчас проговорила, это база, это ядро вашего гардероба. Если вы хотите иметь минимальный гардероб, который максимально будет работать на вас, вот эти четыре пункта, на которые стоит обратить внимание. Но, если этого для вас слишком мало, если вы любитель чего-то более интересного, трендового, свежего, тогда слушайте внимательно. Дополнительный список. И пункт номер один, это шерстяные поло. Они сейчас, как никогда раньше, в тренде. Мне нравится, что они приносят такую нотку маскулинности, в самом хорошем смысле этого слова. И немного приподнимают даже очень простой базовый стиль. И они есть в очень разных расцветках. Здесь же подкатегория, это на молнии, с высоким воротником на молнии. Посмотрите, как классно они смотрятся в сложной многослойности, поверх рубашек, допустим, или просто лонгсливов. Это очень хорошая опция разнообразить ваш гардероб. Второй трендовый пункт, это полностью открытые плечи. Это для любителей чего-то более женственного, элегантного. Я обожаю этот тренд. Он здорово, кстати, балансирует фигуру груша. То есть, если у вас бедра потяжелее, для того, чтобы сбалансировать вашу фигуру, выбирайте вот такие свитеры с полностью открытыми плечами. Обожаю их. Причем, даже я бы не сказала, что этот тренд не всегда более-менее где-то рядом с нами. Просто вот с таким отворотом, двойным отворотом, это действительно более трендовое изделие. Дальше жилеты. Я не буду здесь долго останавливаться, потому что у меня было видео недавно, один жилет вязанный. Десять образов я показала, как одна простая маленькая вещь, можно сказать, что даже базовая, где-то на стыке между базой и трендами, может классно преобразовать ваш стиль. Причем некоторые образы вот буквально засветились, засверкали благодаря этой жилетке. Некоторые образы просто приобрели более теплое осенне-зимнее, скажем так, настроение. Но в любом случае, это классная опция. И, конечно же, мой любимый тренд это приталенные кардиганы. За последних несколько лет у меня сложилась небольшая коллекция приталенных кардиганов от моего любимого бренда COS. Это и черный, и коричневый, и в текущей коллекции у них есть темно-бордовый. Очень красивые изделия, опять же, если вы склоняетесь к более женственным, силуэтам, если вы любите подчеркивать свою талию, обратите внимание на эти тренды. Причем я бы хотела сказать, что да, это тренд, но с другой точки зрения он с нами уже несколько лет. И, опять же, я уверена, что останется еще на несколько лет вперед. Поэтому не бойтесь здесь покупать качественные изделия. Вы будете их с удовольствием носить еще много лет. Дальше футболки, свитеры. Еще одна необычная вещь. Конечно, спорная с точки зрения сложного климата. Тут нужно понимать, конечно, как кому она подойдет. С точки зрения климата, опять же, и погодных условий. Но самое интересное это и у Arket, они есть из более узкой посадки, особенно вот пордовая, мне так нравится. Ах, слюни пускаю. И более свободная посадка, больше похожа как на оверсайзную футболку у Marks & Spencer. И, конечно же, у End of the Stories я залинковала все лучшие опции в инфобоксе. И для самых терпеливых, для тех, кто досмотрел это видео до самого конца, сейчас показываю таблицу, которую я специально создала для сегодняшнего видео. Сравнительная характеристика четырех основных видов пряжи. Вы можете сделать скриншот и дальше просто вот внимательно прочитать каждый пункт, потому что я не хочу растягивать это видео до бесконечности. Но самый главный вывод, я хочу, чтобы вы думали шире, чем просто овечья шерсть, ну то, что мы называем обычную шерсть, против кашемира. Сейчас так много все рассказывают о кашемире, как будто бы это единственная люксовая опция, которая есть. На самом деле она даже не самая лучшая, потому что, допустим, давайте посмотрим на колонку влагоотводящие свойства. Кстати, я ее вообще изучала, эту информацию на английском языке, может быть я неправильно перевела, но вот как-то так. Речь идет о том, как пряжа и как ткань справляется с влагой в атмосфере. Насколько ткань способна удержать вас сухим. Вот это вот то, что называется влагоотводящие свойства ткани, пряжи, да? И как мы видим, что у кашемира достаточно плохая оценка в этой категории. Что это говорит? Это говорит о том, что если у вас зима не супер холодная, но при этом очень влажная, то кашемир вообще не для вас. Для вас лучше выбирать альпаку. И вот я хочу, чтобы вы думали намного глубже и намного шире, чем просто кашемир это всегда хорошо, а обычная шерсть это скучно. Я хочу, чтобы вы заскриншотили эту таблицу, прочитали ее внимательно и с точки зрения ваших индивидуальных потребностей, с точки зрения вашего конкретного климата. Какая конкретно пряжа, ткань подходит для вашего идеального трикотажного изделия? Вы можете выбрать трикотажное изделие и с точки зрения стиля, я вам проговорила вот все это видео, да? Теперь у вас еще есть технические составляющие и я думаю, что на это можно заканчивать. Я уверена, что сегодняшнее видео вам поможет точно, конкретно, идеально создать свой маленький капсульный гардероб с точки зрения трикотажных зимних изделий, основываясь и на стилистических, и на технических характеристиках. Я напоминаю о том, что все изделия, которые я показала в этом видео, это не какие-то абстрактные картинки, это те вещи, которые я специально подобрала для сегодняшнего видео. Я всегда тщательно сижу, изучаю все составы, описания и все это линкую в инфобоксе, верхние закрепленные комментарии буду использовать как дублирование инфобокса. В любом случае, спасибо, что провели это время со мной, я надеюсь, что я была вам сегодня полезной. Не забудьте оставить комментарий и увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. И вы все еще тут, тогда рекомендую посмотреть другое популярное видео у меня на канале, которое как раз связано с темой сегодняшнего видео. Один жилет, 10 образов. Я взяла один минималистичный, простой черный жилет на пуговице и показала вам, как невероятно этот простой парень может преобразовать ваш гардероб. Кликайте, кликайте, кликайте на прямоугольничек, кликайте на кружочек, чтобы подписаться и не пропускать мои выпуски.